Музыка Я лидер общественно-политического движения Новороссийск. Никаких государственных должностей я пока не занимаю. Когда народный губернатор Губаря вышел из тюрьмы, действовало уже сформированное правительство. Причем его сформировали буквально на следующий день после того, как меня отпустили. Ну, я помогал, чем мог. Я сразу направил все усилия на помощь вооруженному сопротивлению. Добровольцы в Славянск, гуманитарная помощь в Славянск. Все на фронт, все для победы. На это направлял усилия. Ну и попутно осуществлял информационную деятельность и политическую деятельность. В рамках, опять же, общественно-политического движения вся эта помощь и реализовывалась. Я действительно принимал участие по приглашению во втором антифашистском съезде. Говорил я не столько об антифашизме, сколько о сути украинского фашизма и тех ценностях, наших ценностях и ценностях, которые воюет противоположная сторона. Вот на этом я акцентирую внимание, потому что наш конфликт, нашу гражданскую войну невозможно прекратить, не устранив вот это фундаментальное противоречие. Когда одна страна, одна часть бывшей единой страны желает европейского будущего, другая часть страны желает евразийского будущего в рамках русского мира. И устранить это противоречие, на мой взгляд, можно двумя путями. Либо путем мира, политического диалога мира, либо путем войны. И со своей стороны, будучи политиком, я предлагаю чехословацкий вариант, вариант референдумов. Пускай даже они будут консультативными, хотя бы для того, чтобы срезать общественное мнение. Но мой сценарий называют утопичным. Совершенно зря, да. Некоторые люди называют утопичным. Я вот не знаю, Алексей Борисович, что скажете. Да я так думаю, что вариант по поводу референдумов называют утопичным те, которые не хотят знать правду. Вот, да. В первую очередь. Потому что что такое референдум? Это прежде всего мнение простых граждан, чьи жизни и вообще существование зависят от принимаемых решений в тоже Верховной Раде, в Государственной Думе, как в России, в Госудепартаменте США и так далее, и так далее. То есть несколькими человеками, которые решают, как жить, что делать и так далее, и так далее. И я думаю, что Украина дойдет до такой стадии, когда другого выбора не будет, воевать будет нечем. У нас вор процветает, преступник процветает, а человек идеологически выдержанный, который борется за свой народ, постоянно преследуется. Парадокс просто страшный. Возвращаясь к тому же проведению референдумов, вот если бы на территории наших регионов была возможность проводить референдумы независимо от мнения Киева, потому что с того же Киева не всегда видно, как здесь живет население, чем оно нуждается, как лучше, что необходимо сделать, чтобы лучше жилось. То есть, если бы на тот период была возможность проводить референдумы по любым интересующим нас вопросам, я думаю, сегодняшней ситуации не было бы. Если бы и была, то она была бы намного мягче, намного, скажем так, приближенная к правовному полю. Потому что у людей была бы возможность высказывать свое мнение и была бы возможность принимать какие-либо решения согласно тех или иных мнений, но именно народа, а не просто отдельно взятых личностей, сидящих в кабинетах. Вот эта ситуация от закрытых кабинетов привела к открытой войне. Можно назваться президентами и министрами, но если от этих людей никакого толку, никакой пользы, то занимая эти должности, их, скажем так, бездеятельность переходит в ран вредительство уже. Много будет совместных шагов по устроительству государства, политической деятельности. Но это по тому же антифашистскому движению, которое сейчас, кстати, просыпается с новой силой не только здесь, но и во всем мире. Потому что, по большому счету, пора с этой идеологией заканчивать. Уже не первый век она головой мутит молодым поколениям, потому что идеология яркая, красочная, факельная, но абсолютно вредительская. Она не истит ничего созидающего, только одно разрушение. А необходимо созидать. В конце концов, когда уже на планете Земля найдутся те силы, которые начнут созидать и искать союзников, а не противников. Мы постоянно ищем противников каких-то. Когда есть противник, у нас всегда легче, всегда есть кого обвинить. Необходимо искать союзников, тогда у нас будет немножко все по-другому. Я сегодня отмечал на съезде, что украинский нацизм, он именно нацизм, и он очень специфичен в том смысле, что это внешняя идеология. Это идеология, которую выпистывали иностранные государства, чтобы поссорить одних русских, немножко других, которые стали потом называться украинцами, другими русскими. Такая себе сегодняшняя фашистская идеология на той же Украине, это та же конфетка Рошен с яркой обверткой, а внутри гниль. И следующая, скажем так, особая черта украинского именно нацизма, это русофобия. Вот забери у украинского националиста русофобию и посади его с тобой поговорить, ему не о чем будет говорить, потому что весь украинский нацизм это русофобия. Мы сейчас здесь, получается, самые главные враги. Хоть мы и не граждане Российской Федерации, но мы враги. Потому что мы говорим на русском, мы думаем на русском, и в душе мы русские. Все, мы враги номер один. Хотя по большому счету, первый враг это тот, который тебя, который тебя подыскивает, этого противника, и сталкивает лбами. Первый враг это именно тот, который продает тебя с потрохами. То есть все сидящие сейчас в Верховной Раде и в правительстве Украины, люди, которые не ценят свой народ, которые отдают его на растерзание друг другу, которые потирают потом ладошки, зарабатывая на этом, вот они враги. А это все последствия прозападной идеологии, которая насаждается, насаждается, и все жестче и жестче. Там как раз эти все ценности уже давно утеряны. Самая главная ценность это ценность в ценных бумагах. То есть банковские отношения, торговые отношения и чисто потребительские отношения. Все. Продолжение следует...